здравствуйте дорогие друзья я сегодня вам расскажу о пляже которые очень сильно любят местные жители вокруг наши подписчики я о нем в этом году один раз снимал репортаж но в рамках того как показать как у нас бездействует администрация города и был уничтожен шикарнейший проход с деревьями к морю сегодня я покажу что бездействие это продолжается строительство это все также ведется расскажу о том где можно бесплатно поставить на пионерском проспекте машину и искупаться прямо в самом шикарном море также с нами сегодня орлан это будет его первый полет для ваших видео мы уже протестировали он вроде бы летает хорошо ну давайте начнем приехать сюда вы можете на 128 либо 114 маршрутки вот одна из них сейчас проезжает нас мимо чуть-чуть туда в сторону находится остановка она называется парус либо пламя если за на поедете а с левой стороны если извить из его пансионат одиссея выходите на этих остановках идете на этот пляж если вы приезжаете на машинах то смотрите вот здесь на пионерском проспекте можно припарковать машину а также пока еще никто не берет денег потому что раньше пытались тут брать это все незаконно за въезд на вот эту территорию машинки можно и там поставить ну и здесь поискать где вот там прям вся улица прям очень длинная и есть еще туда дальше возле пламени еще и парковка то есть это единственное место на пионерском проспекте где в сезон нужно приехать и припарковаться ну а теперь на сам проход попутно мы сегодня посмотрим пляжи пламя жемчужина россии кавказ я думаю долетим до лазурного берега это будет все видно благодаря нашим крыльям зона теневая была для прохода пока вот не пришли они один из мэров наших анапы продал здесь земли хотя во всех генпланах это зеленая зона и здесь никакого строительства вестись не должно есть почему наша муниципально не видят это муниципальный контроль того что здесь происходит уничтожение зелени застройка самое интересное что эти участки еще и залазят своими кадастрами на территорию черноморца то есть на детский лагерь здесь идет паркуются по тенечку кто-то ставит свои машины между деревьями можно проехать прям до самого пляжа уже ведется торговля так сказать здесь разными вкусняшками и то есть вы можете прийти купить себе фуруктов также сюда на этот пляж возят а своих отдыхающих афалина приезжают отдыхают купаться вот до сюда приезжает их не машинка а дальше не идут пешком раньше здесь был общий шикарный тротуар по бокам стояли лавочки и здесь было просто с левой стороны сад вот эти туи мне в прошлом видео написали тут не было никаких туй это понимая хозяева того участка как раз таки там росли шикарные туи и здесь тоже их по одной по одной уничтожают то есть бац для заезда ж надо место да на свой участок снесли туи и вот строительство как шло так идет бешеными темпами в скором времени закончится будут принимать отдыхать в зеленой зоне города курорта анапа зачем были вообще нужны эти все генпланы хотя не в старых генпланах тоже зеленая зона и в новом генплане зеленая зона так что вопросов очень много большому сожалению вот проезд бесплатный но свиньи сюда едут больших количеств можете увидеть сколько здесь мусора я сам лично этот проход убирал пока не началась вот эта бездумная застройка каждый вечер что идешь туда-сюда и тут много фотосессий своих проводил и наводишь порядочке то сделаешь все красиво чисто сейчас вот здесь все превращается в такую вот свалку смотрите пожрали побросали пошли дальше вот одна кстати из тех лавочек которая здесь сохранилась этом в этом всем вот все наши люди которые вы приезжаете к нам на отдых оставляйте после себя такой вот полный трындец ну вам не жалко самим потом же будете искать чистые места и жаловаться то что здесь у нас все засрано а по факту здесь если сделать проект платным начнут ругаться о том что вот платный проезд но тогда тут хотя бы есть кого требовать кто убирает вот большой такой вопрос он так дальше сюда пляже можно подъехать также вот на это строение когда велось строительство я около по 7 или 8 раз пытался вызвать администрацию администрация приехала только тогда когда залила последний бетон миксер и вот эти миксера убили здесь плитку и здесь в принципе полностью не осталось построили там деревянные домики но самое главное что появились заборы абсолютно бесплатно люди аппарковались и стоят себе до моря прям совсем близко и здесь еще находится пока еще шикарные дюны которые также уничтожаются квадроциклами я вам сейчас покажу пример те кто были у меня на съемках поймут о чем я говорю мы доходим уже до песка дальше стоит знак пешеходная зона одно время тут прям очень сильно воевали с тем кто приезжали через эти дюны потому что каждый кто приезжал на своем джипе пытался выехать на пляж ну вроде бы удалось эту тенденцию победить и нет нет здесь выезжают только именно машины которые подвозят с утра товары и все здесь смотрите прямо на муниципальной земле прямо на песке залили бетон установили деревянное строение на сонапе есть вообще хозяин или нет мне прям вообще от души интересно вот это знак пешеходная зона дальше есть запрещен о по такой жире ребята пришли фотографироваться вот это прям вообще огонь чтобы вы понимали сейчас в тенге 32 а на солнышке у нас 38 и 7 то есть почти 40 градусов 38 8 температура растет сейчас надо убегать пляжа в таком очень быстром порядке как говорится каждому свое слева справа великолепнейшие дюны но вот с левой стороны она была выше и вот эта дюна и вон та дюна их раскатывают квадроциклами которых тоже администрация на по города замечать на наших пляжах не хочет совершенно превращая достоинство города курорта анапы в трассы для них здесь с детьми уже не поддыхать посмотрите вырубили полностью все кусты я думаю кто были здесь отдыхали сейчас заплачут от того что здесь увидят они пытаются еще где-то дать свои зеленые побеги но основном тут было прям очень большая зеленая зона просто чтобы вы понимали вот так вот до середины эти барханы тоже нарезаны в кадастре вот с той стороны за барханом мне еще года четыре назад удалось остановить строительство и там на меня обиделся руководство одной из баз за это пускай обижается главное что удалось это сделать и участок стоит на кадастре на продаже здесь вы можете увидеть как катаются эти квадрики и вот эта дюна она была раза в три выше то есть ее просто раскатали квадроциклами потому что уничтожили растения которые сдерживали песке и сейчас они продолжают раскатывать вот эту дюну она тоже уже падает в своих размерах и вот видите как хорошо проходит трасса очень классно говорить про вот этот бугорок песка как у нас многие наши администрации говорят что всего лишь песок это живой организм и здесь мало высочанное дерево и дюна прям на нее фиг залезешь было очень высокая но ее вырубали она сейчас уменьшилась и постепенно она будет скоро ниже вот этого туалета который здесь стоит на пляже с туалета кстати канализация проведена и отсюда уходят говорится все отходы жизнедеятельности вот на прямой у нас пляж афалина называется с правой стороны пламя с левой стороны сибирис ресорт потом кубанская нива и потом пошел там пляж кавказ но еще там парочку бас отдыха находится а с правой стороны южный парус селена и парус и одиссея еще пляжи температура воздуха вроде бы остановилась 38 и 6 специально поднялся наверх чтобы вам показать то есть смотрите устраивать через эту дюну она единственно здесь высокой осталось специально трассу у нас есть вообще полиция в анапе она кстати здесь путешествует на своих квадроциклах вот там за дюнами можно как-то остановить этот беспредел вот здесь были большущие кусты они уничтожены вот здесь видите трассы не проходят и остались от них вот такие вот сухие воспоминания кстати на счастье трикос смотрите сколько много эти кусты тоже умирают это говорит о том что дюна тоже ближайший сезон в этот лет не будет уничтожена я кстати пытался остановить перегораживая здесь ветками чтобы хотя бы эта дюна осталась большая но каждый раз выкидывают и с новой силы короче летят здесь квадроцикла это шикарные виды давайте пролетим посмотрим что там я решил сделать вам звуковое сопровождение чтобы рассказать этих пляжах на которых мы с вами сегодня побываем стартовая точка это наше место куда мы пришли пляж афалина с правой стороны пламя я думаю что это будет интересный обзор мы вместе с вами увидим все пляжи которые будем пролетать например сейчас мы пролетаем рядышком с пляжем парус в море видно что образуется потихонечку водоросли из-за того что температура воды поднялась гораздо выше чем было сейчас пролетаем рядышком пансионатом анапа и подлетаем пляжу жемчужина россии видите здесь есть разрывы людей как бы не так уж и много то есть вы можете приходить на эти места и здесь отдыхать вам будет вполне себе комфортно далее у нас тут детские пляжи это жемчужина россии с этой стороны на сокол и космос находятся и таблеточка фасона спрашивают что это раньше это были душевые и спасательные для детей сейчас это элитное жилье на берегу пролетаем далее можно увидеть что водичка здесь чистая непосредственно там где находится пляж пираклеон половина пляжа водорослях вот они сверху выглядит таким вот как бы сереньким цветом должны на черном но не переживайте тут ничего не гниет здесь все хорошо просто вот они могли бы сетями собрать эти водоросли и было бы чисто и прекрасно не так уж то их и много на прибережных территориях то есть если бы было интересно убирали бы это пляжи опять же мужчина россии солнечные приморские а дальше республика виталия и вот подлетаем к пляже компентина который называется и дальше идет пляж аквамарин сегодня очень жарко в море вы видите что людей довольно таки много а на побережье и так то уж их и много потому что все прячутся под тенью нереально находиться когда 46 градусов а кстати дача я покажу вам градусник на дюна но возле моря 38 давить сегодня общем прогнозах таких температур не были долетели до центрального пляжа делаем разворот и потихонечку будем возвращаться впереди нас ждут еще пляжики помимо тех которых мы сейчас с вами увидели мы долетим до речки мажепсе ну вы еще показать прибрежную территорию чтобы вы могли оценить количество людей которые на ней находятся потихонечку возвращаемся на дюны и потому что давайте красиво посмотрим как выглядят наши песчаные настоящие живые организмы вы можете увидеть они состоят из деревьев больших то есть из кустарников разнообразных и видно хорошо трассы которые прокатывают на них как раз таки квадроциклов что люди их не протаптывают здесь вот их меньше едет на что детские пляжи и здесь находится под полиции возможно с этим связано конечно меньше нахождение квадроциклов здесь они вдоль заборов до того катаются по низу а по дюнам не так сильно хотя тоже можно увидеть что есть дороги подлетаем обратно к пляжу жемчужной россии здесь у нас обидим люди тоже уходят с пляжа хотя время только к 11 подходила когда я снимал такая вот жара сегодня пришла и возвращаемся на прибрежную территорию чтобы можно было увидеть здесь сколько людей почти на обед возможно возможно тоже от солнца прячется и вот только чтобы обхода пенная дискотека виде на песке следы и и а это пляжик вселенной и мы продолжаем теперь путешествие практически с той же самой точки в общем арван себя сегодня показывает прям как никогда после маленького коптера он то конечно более такой неповоротливый но на нем зато можно делать очень большие пролеты смотреть гораздо больше территории и мы с вами уходим в целую страну на сибористский сорт кубанская нива пляже и подлетаем пляжу кавказ тут я поближе еще опуститься показать какие у нас тут песчаные просторы это муниципальные пляжи именно возле кавказа дальше у нас идет хуторок не все к сожалению пляжи помню наизусть с левой стороны бывшие волна пролетаем у них тут тоже водоросли стоят то есть водоросли начинает появляться но как я всегда и говорил друзья если прогуляться влево вправо всегда можно найти чистые пляжи пролетаем блазурный берег с левой стороны огромная территория их пляжа здесь пошла очень чистая вода просто смотришь аж душа радуется мы долетим сейчас до речки мажепсин уже с левой стороны полу лавочки на нептун и тоже муниципальный пляж туда дальше допустим фея 3 находится так с высоты выглядит река сама и возвращаемся обратно здесь не начал пропадать связь прям странно почему вроде бы до параллели мы летали гораздо большее расстояние ну видать есть какие-то наводки магниты там еще что-то поднялись повыше за одно можем теперь с высоты еще больше разглядеть всю эту красивейшую картинку мне кажется квадрик носится вообще с великолепной скоростью и с таким качеством камеры мы можем разглядеть гораздо больше деталей чем на обычном конечно квадрокоптера жалко что не получается делать такие зависания там фотографии но в принципе есть и плюсы у этого квадрокоптера потому что сейчас вы их увидите что можно творить потому что на наших дюнах интересно не только как говорится вот так вот сверху летать но и вот такие вот маневры делать я проверил как она себя ведет потому что это первый такой жесткий полет идет все остальное было этого такие разворотики ну и погнали ребята теперь включаем немножко гоночный режим и погоняем по нашим дюнам чтобы не повредить и смотрите какая красота такое ощущение прям можно дотронуться русской до песка я смотрю качество картинки это позволяет сделать если вы смотрите на телевизоре на большом экране я думаю вам вообще зайдет такая прям фантастическая реальность полетов вот кстати в тень попал себе если что за угол камеры для таких полетов поднимать выше но я не всегда так летаю поэтому это так чисто протестить что может на шарлан после ремонта потому что газа тоже надавать и проверять работает ли хорошо все системы под проводами не справа резкий поворот и ушли дальше ну и заодно можно посмотреть даже выходим более на тихие маневры ну я надеюсь вам понравился сегодняшний пролет кстати пишите об этом в комментариях сейчас вы увидите текущие температуры ну и все в принципе остальное что здесь есть я же потихонечку долетаем батарейку смотри что у меня еще есть несколько там вольт и буду заходить на посадку на пока последний кружок вокруг моей любимой дёна правда замечательно просто температура на дюнах 46 а один то что хочет прогреться приходите сюда обязательно вам здесь понравится очень надеюсь что все-таки возьмут себя в руки квадроциклисты то есть и убивать новые дюны они не будут прям этого очень сильно хочется за ремонт квадрокоптера хочу поблагодарить виктора из новороссийска ему большущий лайк спасибо огромное к сожалению два остальных которые нас утонули после моря ничего не выжило на одном полностью все сгорело который был долго в воде там все поплавло с всему вообще хана даже с мотором я думаю хоть мотора достать оттуда осталось считайте только рама и на втором примерно такая ситуация только еще висну не проверили проверим и будем уже точно знать есть ли вообще шанс что-то оттуда как бы забрать из 8 моторов только три на которых надо менять подшипники то лучше наверное не стоит этого делать потому что там клеммы окислены но сами контакты на моторах короче обидно досадно именно сейчас уже начинает раздувать север то есть потихонечку появляются первые порывы сегодня посмотрим может стартану может нет если успеет раздуть ветер пока еще слабенько но море стало уже гладким какой горячий песок то есть песок здесь градусов на на пятьдесят семь пятьдесят восемь примерно по температуре вот я что нашел люди какие гады просто при том что мусорки здесь на пляже есть причем в большом количестве пусть мусорками погорячился на территории отелях они есть а здесь вот как бы для обычных людей мусорки нету вот можно вот в тот бат выкинуть я попросил стекло выкинуть мужчину который сидит беседки там у них курилка у пляжа афалина находится место шикарное кстати стрекоз карту очень много видите сколько их тут летает ну людей не трогаю так что не переживайте ни в коей мере наоборот поедят всех комаров мушка сброд которая вам мешает отдыхать здесь у нас лежачки сдается в аренда рублей по двести пятьдесят я думаю даже еще более хорошие новости лежачок стоит 200 рублей здесь обычно людей много пансионаты если пройти туда в левую сторону смотреть там какая огромная территория пляжа на которой можно отдыхать здравствуйте хорошего отдыха тоже а теперь вживую подписчиками встречаемся на пляже спасибо всем кто смотрит спасибо всем кто поддерживает ну и самое главное то ради чего мы шли в принципе мы увидели что где-то на дне лежит немножко водоросли но в целом вода пристально чистая и очень теплая температура воздуха у моря 37,2 пипец жара адская именно жара повыгоняла всех с пляжа потому что температура конечно запредельная ну сегодня рекордный замер у меня 27,6 показывает температуру водички и море очень чистое классное прекрасно итог в анапе все хорошо в анапе очень много разнообразных пляжей дорогие друзья всем хорошего отдыха приезжайте к нам обязательно дай бог чтобы вашей жизни было просто все великолепно прекрасно тучка зашла прям прохладненько стало аж душевно температура 27,6 это можно от нее вообще не вылазить и там постоянно находиться я рад что поделился с вами одним из таких шикарных пляжей там наши отдыхающие любимые советую вот идите в левую сторону свободный прекрасный пляж сюда больше там эти все ближе как там пансионаты от одиссея селена парус все находятся там будет по плотнее воды тех кто ищет ход бесплатно хорошо красиво пожалуйста с вами был юрий озаровский я думаю это достойно лайка ребята может слишком много сегодня на себя внимание взял и про квадрики и про обеспеченную застройку и про администрацию так что надеюсь проблемы озвучены дождутся вашего репоста и все будет хорошо от душе